Очередной рабочий год подошёл к концу. Его итоги подвели сотрудники Всероссийского детского центра «Орлёнок». В зале Дворца культуры и спорта на многочасовой панельной дискуссии присутствовала и наша съёмочная группа. Анализ трудовой деятельности 2014 года и принятие плана «Перспектив развития» на 2015-й – таковы главные пункты повестки дня. После выбора счёта и редакционной комиссии заседание началось. С основным докладом выступает генеральный директор «Орлёнка» Александр Джеус. Важнейший признак уходящего года – реализация первого этапа программы реконструкции и развития нашего центра, принятой управлением делами президента России. В настоящий момент согласован второй этап этой программы, рассчитанный до 2025 года. Эта работа проведена в рамках поручений президента России Владимира Владимировича Путина, данных в августе 2012 года. В рамках этих проектов мы имеем более чёткие перспективы о завершении строительства комплекса детского лагеря «Олимпийский» с амфитеатром на 1500 мест и новым стадионом, многофункционального центра приёма и размещения детей в городе Краснодаре, детского аквапарка, нового жилищного строительства, открытого концертного зала, который позволит принимать фестивали детского и молодёжного творчества, международного уровня, реконструкции и модернизации инфраструктуры и материальной базы. По итогам года сотрудники центра выполнили почти все поставленные перед ними задачи. Орлёнок подтвердил статус лидера в сфере отдыха, оздоровления детей и молодёжи. Он принял почти 22 тысячи детей из всех регионов России. Повторно в детский центр приехали более 3,5 тысяч подростков. Из них 600 человек в четвёртый раз и более. Было реализовано 54 тематических авторских проекта различных направленностей. О совершенствовании образовательного компонента этих программ рассуждает заместитель генерального директора Орлёнка Алексей Зубахин. Сегодня всё активнее ведётся обсуждение обоснования результативности нашей образовательной деятельности. Любая наша программа оснащена инструментами оценки, фиксирующие достижения подростков за смену. И в этом вопросе для нас важна всесторонняя оценка, направленная на выявление тенденций и в конечном счёте на совершенствование образовательной деятельности. Одним из таких критериев, наряду с позитивными изменениями, с формированностью компетенции ребёнка по итогам смены, является уровень удовлетворённости от участия в программе и оценка качества предоставляемых в центрах услуг. Было выдвинуто предложение усилить работу по привлечению и поддержке одарённых детей. Ни один талантливый ребёнок не должен остаться в стороне. Он обязан попасть в Орлёнок. В онлайн-режиме с этим согласился и замминистра Миноборнауки России Вениамин Каганов. Нам важен ваш педагогический опыт, нам важен ваш управленческий опыт, опыт взаимодействия с регионами. На самом деле мы настроены на более активную работу со всей системой летнего отдыха и развития детей. Я могу, наверное, уже так добавлять эту фразу. Во главе с нашими всероссийскими центрами. По завершении заседания работа специалистов детского центра была признана удовлетворительной. Далее всех ждал приятный сюрприз. Творческие номера и церемонии награждения победителей, участников различных конкурсов и тех сотрудников, чьи отделы в этом году отметили юбилеи. Очень запомнился этот год радостными моментами. Мы обучались, работали с детьми, это было очень весело и научились много чему новому здесь. Хочу поздравить коллег с наступающим Новым годом, пожелать всего самого хорошего, удачи, успехов и карьерного роста в работе. Наверное, прежде всего тем, что мы молодожены в этом году стали молодожеными. Пожелать, наверное, успехов. Счастья, здоровья, самое главное, успехов, ну и на самом деле, чтобы у человека в жизни было только то, что он хочет, чтобы у него было. Нейнешний год для меня был очень насыщенным, я бы сказала, тяжелым. И хотелось бы, конечно, пожелать всем терпения, счастья, любви и хороших людей рядом, которые бы всегда поддерживали. Это был самый новый для меня год именно учителям в Орленке. И мне очень понравился коллектив, очень понравилось заниматься своим делом. Я желаю всем сотрудникам Орленка тоже испытывать такое удовольствие от работы, как испытываю я. Очень приятно, что я действительно здесь работаю, мне помогают здесь ее совершенствование. Наконец-то защитил первую категорию. Для меня такая победа была в уж уходящем году. Надеюсь, что в будущем году этот состав у нас будет закрепляться и будет много новых опытных сотрудников, которые будут дальше развиваться. Я бы хотела пожелать вам в первую очередь здоровья. Здоровья как морального, так и физического, потому что для каждого человека, мне кажется, это самый главный фактор, его трудовой деятельности в том числе. Этот год для меня был одним из самых ярких, потому что он принес долгожданные встречи, он был ярким, интересным, много чего удалось узнать, много чего удалось попробовать. Я надеюсь, что следующий год для всех сотрудников, и для меня в том числе, будет продуктивным в плане работы, будет интересным для нашей жизни и будет бодрым и тем годом, который дает, прежде всего, здоровье, потому что это самое главное. Всех с наступающим Новым годом! Наталья Садовская, Дмитрий Гришин, Владимир Плехов, телеканал Орленок ТВ.